Продолжение следует... 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 Когда мы строили сеть цифрового вещания, вы все знаете, телевизионщики, что она не очень простая и было вложено очень много труда. Работали все. Прежде всего мой коллектив и безусловно, конечно, очень большую помощь мы получали от руководства республики во главе с Рашидом Борисовичем Тимрезовым. Поэтому это награда. Награда не только моя. Награда, я думаю, всего моего коллектива. Около двух десятков женщин, занятые в самых различных сферах деятельности, удостоились звания «Заслуженные». Среди них как медицинские работники, так и занятые в сфере образования, науки, представительницы силовых ведомств, надзорных органов и другие. Работаю я немало, больше 20 лет уже в городской больнице. Очень благодарна нашей администрации больницы, что меня выдвинули на это звание, на это награждение. Благодарна людям, с которыми я работаю. Да и вообще, вот этот светлый праздник весенний, очень приятно вот это все было. И никакая женщина, как бы это банально не звучало, не может быть одна. Это здорово, что нас окружают замечательные мужчины, поэтому желаю всем семьям гармонии, чтобы рука об руку, плечо к плечу, в этой гармонии мы продолжали жить, работать, радоваться и покорять новые вершины. Культурную составляющую праздничной программы обеспечили артисты Республиканской госфилармонии. Настите женщин, как свое украшение, ведь нет на свете ничего драгоценнее. Мурат Женкёзов, Олибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Наша память о Великой Отечественной войне вчера, сегодня и завтра, как пламя вечного огня озаряет страницы героической летописи Отечества. По таким названиям в кинолектории городской электронной библиотеки Черкеска прошла встреча трех поколений защитников Отечества. Ахмат Халкечев подробнее. Цель мероприятия – преемственность поколений и воспитание молодежи в духе патриотизма. Участники встречи – студенты, школьники и ветераны вооруженных сил и правоохранительных структур. Так как основная тема встречи была посвящена истории Великой Отечественной войны, общение предварили просмотром документально-художественного фильма. Ну а после студенты и школьники буквально засыпали офицеров своими вопросами. Молодежь интересовала все – от воинских будней и образцов вооружения до истории локальных конфликтов, в которых приглашенным ветеранам довелось участвовать. Судя по тому, что с каким интересом ведут диалог студенты с старшим поколением, школьники сидят, открыв рот, не могут ничего сказать, то я понимаю, что мы достигли того, чего хотели. Встречу организовали в непрежденной обстановке. Как признались организаторы, старались создать максимально располагающую атмосферу между участниками разных возрастов. Дети получили уникальную возможность вживую пообщаться с людьми, посвятившими большую часть своей жизни защите Отечества. Отличное мероприятие, узнал много нового. Необходимо, чтобы рассказать потом своим детям, когда вырастим. Мы должны ценить это. Несколько миллионов человек умирали из-за того, чтобы мы сейчас жили с белым небом. Подполковник милиции в отставке, майор вооруженных сил в запасе Сергей Николаевич Попов за время службы успел сменить свыше 50 точек на карте нашей необъятной Родины. Ну а воспоминания о событиях, происходивших на стыке 8 и 9 десятилетий 20 века, вызвали неподдельный интерес у всех. В самый драматичный период новейшей истории нашей страны Сергей Николаевич служил в рядах советской армии на территории Украины, которая только что стала независимым государством. Август месяц, 91-й год. Мы сидели, смотрели телевизор и было страшно, что люди с ума сошли. Ощущение было такое. Неприятно, что такую страну развалили. Председатель Совета ветеранов Черкесска Рашид Байрамуков отметил, возросший интерес молодежи к мероприятиям патриотической направленности. Не может не радовать то, что подрастающее поколение трепетно относится к сохранению памяти и проявляет живой интерес к героической истории нашего Отечества, резюмирует он. Если мы сегодня не воспитаем патриотов наших, нашей Родины, не воспитаем ребят в духе любви к своей Родине, в духе уважения к старшему поколению, то мы через несколько лет пожмем плоды примерно так, как сейчас на Украине пожинают. Встреча студенческой молодежи и школьников с ветеранами именно в таком формате проходят впервые, но, как повидали организаторы, в планах сделать данную площадку традиционной. Ахмат Халкечев, Ислам Умрумов, Вести Карачаева Черкесия. Прямо сейчас реклама, позже мы продолжим выпуск. Более 30 лет она отдала служению Мельпомене, работая в труппе Карачаевского театра. Культурное сообщество нашей республики понесло большую утрату. На 1956 году ушла из жизни народная артистка Карачаева Черкесии Лиана Ижаева. О жизни замечательной актрисы в репортаже Шерифат Лепшоковой. Человек, живущий искусством, такой была Лиана Ижаева. Актриса большого дарования, на сцене она могла все. Ей легко давались комедийные, глубокие, драматические роли. Каждый спектакль с ее участием становился событием. Выпускница московского ГИТИСа в 1988 году Лиана Ижаева вошла в прославленную труппу Карачаевского театра и стала его украшением. На сцене она воплотила десятки образов, и в каждом из них даже неискушенный зритель чувствовал силу мастерства актрисы. Реализуя задумки режиссера, она привносила и свои краски. С уходом Лианы Ижаевой труппа понесла невосполнимую утрату. Играя простушку, она могла сыграть и царицу, и принцессу, и средневековых героинь. Она блистала в таких комедийных спектаклях, как «Хитровая влюбленная» Херарда, режиссер Борис Тахчуков. Она играла в нескольких спектаклях Динамом Чуевой, она играла царицу Оландского государства. Акбичей Рамазан Динамом Чуева, режиссер от Муржаев Магомед, там люди вообще выходили. Она играла мать от мячи. Люди выходили, плакали, сидели, смотрели в зале. Поэтому эта потеря для нас очень ощутимая. Я от имени коллектива Крончаевского театра и от имени других театров, Болгарского театра, от главного режиссера Бориса Тахчукова приношу искренне соболезненно рад нам и близким. Особенной была ее роль электроводно-именном спектакле. Одержимая местью героиня Ильяна Ижаева не отпускала внимания зрителей ни на минуту, в течение двух часов держа напряжение в зале. Эта блистательная работа актрисы по достоинству была оценена и в Москве. Человек чуждой славе, Ильяна Ижаева видела свое предназначение в сохранении родного языка и культуры. Она писала стихи, готовила к изданию поэтический сборник. Каждый любит свой язык. А в чем заключается эта любовь? Если мы завтра не услышим от своих детей этой речи, грош цена тому, что я положила свою жизнь 30 лет на служение народу. Язык был и исчез. Правильно? Кто занимается этим? Мы с вами должны этим заниматься. Я написала такие стихи. Красота и мудрых слов ручей. Мой язык родной, одна из тысячи речей. Ключ ко многим тюркским языкам. Карачаевский, дающий ас-салам. Лианы Ижаевой уже нет с нами, но есть память народа. Актриса навсегда осталась в том самом золотом составе карачаевской труппы, дарившем зрителю радость прикосновения к настоящему искусству. Шереват Левшокова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о жизненном пути абазинского просветителя Умара Микерова. Его корни в ауле Бибердовском, нынешнем Альбургане. Там же ему установлен памятник. На малой родине Умара Микерова побывала и наша съемочная группа. Смотрите подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя Умара Микерова неразрывно связано с образованием. Может быть, поэтому так символично, что памятник ему установлен на территории современной школы. Ведь почти 150 лет назад Умар Микеров на собственные средства основал школу, в которой обучал десятки ребят. И это та малая толика всего того, что он сделал для развития абазинской культуры и образования. Со всем молодым человеком Умар Микеров отправился в Стамбул, где получает духовное образование. Представитель богатого рода, отец его был кадием. Будущий просветитель не строит карьеры. Он возвращается в родной ау Бибердовский. Возводит на свои средства мечети Медресе, предтечу его будущей школы. По свидетельству современников, Умар Микеров был человеком высокой порядочности, ума и доброты. Видя, как простые люди обескровлены недавней войной, раздавлены бедностью и бесправием, он делает все, чтобы изменить их жизнь к лучшему, понимая необходимость просвещения. На арабской основе Умар Микеров создает абазинский черкесский алфавит. Делает главное дело своей жизни – строит школу. Князь с семьей жил в простой сакле, в то время как его учебное заведение было одним из больших в округе. Умар Микеров нанимает педагогов и сам вместе с ними обучает детей. Он был человеком состоятельным. Земли вот эти, на котором сейчас располагается Аул-эль-Бурган, вот эти леса неплохие, они все принадлежали ему. Но он был величайшим меценатом для своего народа. Он построил на собственные деньги двухэтажную школу, где обучал вот эти 60 пансионатов, пансионеров. Вот типа пансионат был, там дети не уезжали, все время там находились. Мухаммед Туков – основатель этнографического музея в Аль-Бургане, как никто знает о знаменитом земляке. В своей книге он рассказывает о тех семенах, которые посеял за свою недолгую жизнь Умар Микеров. В первую очередь это ученики, среди которых гордость абазинского народа Тутулстан Табулов, продолживший дело своего учителя. Он был в числе тех 60 ребят, которые учились в школе Умара Микерова. Спустя почти 70 лет туда ходил Мухаммед Туков. В детстве он слушал рассказы стариков, участников Кавказской войны, помнивших и благие дела Умара Микерова. В должности народного акадия он занимался общественными делами. В отличие от многих духовных лиц выступал против мухаджирства, уговаривал людей не покидать родные места. Благодаря Умару Микерову практически Эль-Бурган стал центром культуры всей Черкесии. Говорят часто, почему Черкесии тогда, когда он был абазином. Все дело в том, что тогда был Черкесский национальный округ, так назывался. Кроме этого, кроме учебы, он еще построил такой для того времени очень хороший мост через реку Малый Зеренчук. А потом ряд мостов от Эль-Бургана до Кашхабля, небольших каменных вот этих дорог он проложил. В совершенстве, знавший пять языков, Умар Микеров ставил для себя главную задачу – просвещение народа. Человек военный, а он был прапорщиком и участвовал в русско-турецкой компании, Умар Микеров ценил в первую очередь знания. Большую часть своего дохода тратил на помощь бедным. Благодарные современники помнили о его бескорыстии. Умар Микеров ушел из жизни всего 44 года. Когда его дети выросли, по решению Совета старейшин, их отправили в Петербург на учебу за счет жителей аула. Люди решили, что дети Умара Микерова должны получить лучшее образование. Память об абазинском просветителе и сегодня бережно хранится. В Эльбургане, его родном ауле, находится семейный склеп, где похоронена Умар и его семья. Жизнь просветителя – пример служения людям и доказательство того, что знание и бескорыстие – путь к праведной жизни. Шрифат Лепшокова, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия, Эльбурган. Блины по 600 рублей. Из обычных блюд – дорогие шедевры. В Карачаево-Черкесии молодые повара соревнуются в удовлетворении гурманов, богатых гурманов. С Олимпиады по высокой кухне репортаж Руслана Каркмазова. Карамелизирование яблоками. Звучит соблазнить. У Алины Уздинова-Зеленчука сегодня вкусная битва. Она хочет стать лучшей среди студентов рабочих специальностей. На кулинарную олимпиаду из Кисловодска в Черкесск приехал Изаур Тимирбулатов. Холодная закуска в шоу-то. Олимпийцы получили задание создать десерты в высокой кухне. И это соревнование очень важную роль играет для каждого студента. Стать лучшим поваром в стране, я думаю, это большой престиж и большие перспективы. Пока кулинарные олимпийцы участвуют в битве ножей, рядом проходит соревнование среди студентов, мечтающих стать предпринимателями. Вот Евгения Алена презентует службу по уборке квартир. И бизнес их должен стать успешным, потому что они могут сами выйти на фронт в борьбе за чистоту. А умеете убирать? Конечно. Дома чистоту сами делаете? У меня вся семья полная и еще три маленьких ребенка. И весь частный дом на мне. И еще домашние животные. Так что я в уборке разбираюсь. А вот Азамат хочет открыть черкесский антикафе, где за 120 рублей в час можно сидеть, болтать, пить бесплатный чай и баловаться бесплатными плюшками. Лимитировано ли потребление чая, булочек и плюшечек? Может быть я накушаю там рублей на 500 за эти часы? Нет, не лимитировано. Как каждый человек хочет. От этого же и плюсы. Людям будет интересно это. Самое главное, с собой плюшки не уносить. Да. Скажите, пожалуйста, так а ваша прибыль из чего тогда будет состоять? Потому что 120 рублей вам не кажется, что это мало? Ну не знаю. Посмотрим, как оно пойдет. Черкесский опытный предприниматель уже пытались открыть антикафе. Но не получилось. Но бизнес-тренер говорит, не надо молодым людям отчаиваться. Мы очень часто ошибаемся и говорим, ребята, это бесперспективно. Но парень пашет, он хочет и у него получается. В колледже индустрии питания, туризма и сервиса приняли региональный этап чемпионата профессионального мастерства, потому что жизнь доказала, не юристы, а повары нам очень нужны. Желающих творить на кухне так много, что необходим и конкурсный отбор, и даже интересное собеседование. Что вы любите, что ваши родители любят, много различных вопросов. А кулинарный предпочтенник спрашивает? Да. И я всегда детям говорю так. Хороший повар доктора стоит. Кулинарный олимпийцы готовы к параду десертов. И вот шедевр от Екатерины Савоскиной. Это шоколадный драйфл. Идет карамель, апельсиновый сок, апельсиновые кусочки, яблоко, груша закарамизированные. Сколько такое блюдо могло бы стоить? От 350. Заур Тимирбулатов преподнес чизкейк. Но его он так украсил, что это стало достижением кулинарного искусства. Какой? Ореховый. А, ореховый шарик. Это голубика? Да. Нет, это черника. А, черника. Это апельсина? Филе. Мята. А вот этот красный? Красный это соус. Это областичный соус. Ваше блюдо сколько стоило бы в ресторане Кисловодска? Ну, рублей 500. Минимум? Да. За меньше не продали бы? Не знаю. Максим Курочкин считает, что десерты должны быть не только вкусными, но и иметь интересные названия, чтобы ценник был выше. Это что такое? Кнели, яблочные кнели. То есть кусочки яблок залитые белым шоколадным муссом. Также карамельное яблоко и соус мягкая карамель. Если бы это называлось бы яблоко в белом шоколаде, его меньше заказывали бы? Ну, конечно же, не яблоко в белом шоколаде. Вы бы назвали его какой-нибудь, не знаю, жемчужный глаз, к примеру. Чтобы заказали. Да, и заинтриговать названием. Алина Узденова из песочного теста испекла не просто корзиночку, а наполнила десерт разнообразием вкусов. Теперь вы мне объясните. Вот в Зеленчуке, да, у простой домохозяйки может быть столько ингредиентов, чтобы такую красоту сделать? Смотря кем она работает. Ну. Какую прибыль получает. А, да? Если у нее муж с хорошей зарплатой. То есть подождите, такая песочная корзинка может быть только у женщины, у которой муж с хорошей зарплатой? Может быть. И вот самое дорогое блюдо – блинчики от Амина Тикеевой. Всего лишь по 600 рублей. Амина, скажите, пожалуйста, как вы умудрились из простых блинчиков сделать вот такой вот шедевр? Это арабские блины с фруктами. Какие блины? Арабские. У арабов тоже блины есть? Арабский десерт. Там внутри яблоко и творожный крем. А вот это стекло, это что такое? Это изомаль. Объясните нам, деревенским, что это такое. Можно ли его кушать? Можно это съедутный продукт. Короче, можно готовиться к масленице вот такими вот вещами. Республиканский кулинарный конкурс повышает не только мастерство студентов, но и их самооценку. И таким мастерам уже никто не будет предлагать маленькую зарплату. И дорогие десерты откроют дорогу в мир звезд. Звезд Мишлена. Руслан Куркмазов, Али Бостанов. Десертные вести. Карачаево, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова